Мама, заслуженный работник торговли. Погубишь ее репутацию, лишишь работ. Почему? Потому что живете вы вместе! А значит, хранили и распространяли запрещенную литературу тоже вместе! А что, если я скажу все, как было? Что изменится? Ну, не мама же тебе принесла эту книгу. Значит, она ни при чем. Это уже не мало. И с тобой, Антоша, мы как-нибудь ладим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день! Простите, а вы уже заказали? Не позволите меню? Спасибо. Ну, подскажете, что можно заказать? Я вот… суп с лапшой, что ли? Суп с лапшой! Как вы считаете? Во всяком случае, трудно испортить. Вы знаете, испортить можно все, что угодно. Даже бутерброд с черной икрой. Позвольте. Вот одна моя знакомая. Берет кусок черного черствого хлеба, намазанного тонким слоем павесной икры, заметьте, без масла, а сверху для красоты и аромата кладет вялую веточку петрушки. Плохой рецепт. Да. Мы работаем, Юрий Владимирович. Прослушку к нему в кабинет поставили. Накапливаем материал. Но на сегодняшний день, честно признаться, у нас еще недостаточно… Что даст вам эта прослушка? Ля-ля и шорох бумаги? А они в это время миллионы свои пересчитывают. Нужны основания для ареста. Накапливают они. Пенсию вы себе накапливаете. Ну, зачем же так, Юрий Владимирович? Я разве заслужил? Почти. Все. Скачко ко мне. Костроме, товарищ генерал. Тогда Бокова, срочно. Есть. Музыка вновь слышна, Встал пианист и танец назвал, И на глазах у всех, А к вам я сейчас отключился, Я пригласить хочу на танец, С работы. Добрый вечер. С работы. Почему озабоченность на лице? Дела плохо идут. Дела делами. Сыну никак не могу дозвониться. Пять раз уже звонил. Из школы? Да нет, школу мы уже давно проехали. Вы не стойте бездельничать. Болтается где-то, а я нервничаю. А вы себя вспомните в его возрасте. Да, простите, меня зовут Павел Сергеевич, а вас? А нас зовут в номер, не отложенные служебные звонки и прочие дела. Приятного вечера. А может, действительно где-нибудь посидим, поужинаем, перекусим? А вы специально сюда за этим приехали? Зачем? Затем, чтобы поужинать со мной. Других занятий вроде не наблюдается? Нет, почему? Есть. Я просто подумал, вечер есть вечер. Костромане, Москва, куда деваться двум одиноким душам, как не пойти в ДК имени Ивана Сусанина. Говорят, там неплохой ресторан. Не знаю, может и правда. Ну, мне только нужно сначала переодеться и дозвониться до одного местного сатрапа. Я жду вас здесь. Меня зовут Зелла Сергеевна. Я Павел Сергеевич. А вы говорили? А это ты. Привет. Ну, как ты там? Как клиентка? Ужинать идете? А я прям от генерала. Требует активизироваться. Ну, почему только меня? Тебя тоже. Да, Антона Платонова допрашивал. Представь себе, никого не сдал. Да я понимаю, что ты, а Маша. Хотя… А то, что особо жалеть тебе не приходится. Ну, ладно, не мое, хорошо, не мое это дело, не кричи. Никуда я не лезу. Кстати, мы с Колтаковым все почистили. Нет больше твоей Маши в деле. Не было и нет. Да говорю же, кручу только по Пастернаку. Август 14-го не трогаю, потому что ничего о нем не знаю. Ну и Шершова тоже вспоминать об этом невыгодно. Что он делает? Сидит под домашним арестом. Не звонил, ты же сказал, тебя дождаться. Ладно, все, пока. Приятного аппетита. Мне работать надо. Пока. Я готова. Да я тоже. Только давайте поужинаем здесь. Я устала, идти никуда не хочется. Как скажете. Да им просто голову можно оторвать за такой лангет. Последние зубы сломаешь. Ну, я думаю, нам это не грозит. А знаете, мне нравится эта тихая провинциальная жизнь. Ничего не происходит. И вдруг, как раз, неожиданная приятная встреча. А я все это терпеть не могу. Всегда стараюсь поскорее уехать. Ну, а все-таки, что вы тут делаете? Чего-нибудь из кого-нибудь выбиваете? Какие-нибудь болты или шпалы? Да что-то вроде этого. А вы? Ну, я тоже что-то в этом вроде. Только предметы поделикать не могу. Что-то вы плохо за дамой ухаживаете. О, простите. Прошу. Давайте выпьем за вас. Спасибо. Ну, слушай, ну это просто отвратительно. Так, Ксюш, меня достаточно. Знаете что, только ради бога не сочтите это за намек. Ну, пойдемте ко мне. Не, ну правда, тут есть невозможно, есть очень хочется. А у меня в номере целый склад деликатес. Ну, так уж случайно получилось. Коньяк хороший, а не это кислятин. Предложение Королевское. Не могу на него не согласиться. Ну, давайте тогда расплатимся и пойдем. А, официант. А, да вы невнимательны. У нас официантка. Деньги, смотрите. Ну, давай. Покажем. У нас официантка. Ну, давай, давай. Ой, давайте посмотрим. Будебродик. С икоркой. А, спасибо. Спасибо. Надеюсь, я его не испортила? Ну, что вы, что вы. Я уверен, вы мастер. Спасибо. А давайте еще понемногу. Мы с вами взрослые люди, сами себе хозяева. Вы, Вера, ну уж подумали, бог знает что. Женщина одна, скучает в командировке. Сама затащила в свой номер. Я права? Да нет, почему? Я ничего не отвечаю. Все это глупости, глупости, глупости. А ведь вы правы. Женщина действительно скучает. Не только сегодня. А и вообще. С мужем рассталась. Давным-давно из-за любовника. А он… А это, вы знаете, я ничего такого не думал… Да, простите, вы все мужчины одинаковые. А он взялся за ум. Вдувает жены пылинки и делает вид, будто все прошло. Хотя, может, это и правда. А давайте еще по глотку. Да, пожалуй. Думать, это так просто? Обязать и душу излить первому встречному в командировке. А вы женаты? Да. Женат. Молода, красива. Десять лет моложе меня. Да, пожалуй, что красива. Только… Что только? Не хочу об этом говорить. Ну, вас никто и не заставляет. Просто… Вечер. Маленький город. Коньяк. Помните, как у Бунина? Давно не читал Бунина. Я тоже давно не читала. Просто мы сейчас с вами одни. А вы меня простите, я… Пожалуй, пойду. Завтра рано вставать. Далеко ехать. Это вы меня простите. Упилась коньяка. Послушайте, хотите, я вас до Москвы подвезу? Спасибо, у меня билет есть на поезд. Да вы не думайте, я от чистого сердца. На поезде вы целые сутки будете ехать. Москву, Москву. Ну да. Как у Чехова. Я принимаю ваше приглашение. Добрый день. Здравствуйте. Я могу пройти в стол заказов? Пожалуйста. Здравствуйте, Степан Николаевич. Здравствуйте. У вас все в порядке? Да, все нормально. Я к вам в стол заказов. Да, пожалуйста, вас там ждут. Благодарю вас. Голова раскалывается. А у вас? Да нет. Вроде бы, вчера не перебрали. Это вы. А я вот, наверное, хватила лишку. Не заметил. Да заметили вы. Все вы заметили. И мне очень стыдно. Зоя Сергеевна, перестаньте. Кто вчера вел себя глупо, так это я. Двое часа уже едем. Может, остановимся где-нибудь, перекурим? Как хотите. Особой необходимости нет. А вон там, озерцо. А? А? Сигарет нет? Да нет, я вообще не курю. Может, хотите перекусить? У меня ещё полная сумка. Нет, спасибо, я завтракал. Что? Что вы так на меня смотрите? Просто смотрю на красивую, сильную, независимую женщину. Ну и что из этого? Вам ведь всё это неинтересно. Почему? Ошибаетесь. Мне это очень, очень даже интересно. Но… Что «но»? Не, ну говорите, говорите. Я вчера всё как на духу выложила. Присовала даже. Дура. Зая Сергеевна, я действительно с вами хотел поговорить, только прошу вас, выслушайте меня, не перебивайте. Пожалуйста. Я здесь действительно из-за вас. Никакие гайки, болты, шпалы здесь ни при чём. А дело в том, что я очень хорошо знаю, кто вы и чем занимаетесь. Вы занимаетесь поставками продуктов в Елисеевский гастроном. А те деликатесы, которые мы вчера с вами ели, предназначались местному руководству для взяток. Но почему-то они их не приняли. Павел Сергеевич Скачкова. Управление КГБ по городу Москва. Мне нужна информация о незаконной финансовой деятельности Георгия Петровича Меркутова. А вы, подлец, лезли мне вчера в душ, обжирались с моим коньяком, кровь был и камень. Теперь меня же этим и шантажируете. Да, в какой-то мере, вы правы. Но дело в том, что моя профессия предполагает… Подлость. А если б я вам вчера отдалась, шпионили вы в моей постели? А вы и так мне вчера отдались. Что, не правда? Просто я этого не захотел. Боже, какое благородство. Дерьмовый шантаж. Я не залез к вам в постель, а вы мне за это теперь. Не надо передергивать. Я вас прошу, не надо передергивать. Я бы мог сыграть на том, что я вам действительно понравился. На вашем одиночестве. На том, что вас бросил ваш любовник Беркутов. Я мог бы это сделать, но не сделал, потому что вы мне действительно понравились. Пожалели. Несчастную женщину. Пожалели. Спасибо большое. Слушайте, вы настоящий рыцарь. А знаете, что рыцарь? Идите вы куда подальше и поищите себе другую стукачку. Такой же гнусной, как и вы. Только где я буду стараться? Наш магазин чист. И Беркутов чист. Зарвите себе это на своем пленном носу. Не боитесь так со мной разговаривать? Ваша причастность к махинациям Беркутов… Я повторяю, что все это ложь. И даже если вы что-то нам пришьете, используя свои гнусные методы, я вас не боюсь. Мне на себя наплевать. А сын мне, слава богу, взрослый. Да, кстати, о вашем сыне. Не смейте трогать моего сына. К сожалению, ваш сын арестован. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Подождите, а сколько лет, грозит Антону? До пяти лет. Как пять лет? За какую-то книжку? Что поделать, этот закон, я его писал. А Беркутов сколько могут дать? Может показаться смешным, но не намного больше. Это экономические преступления. У Антона политика. За это карают намного строже, поэтому… Где гарантия, что после моих показаний Антона отпустят? Гарантий никаких. Но в определенных случаях я многое могу сделать. В каких таких определенных случаях? В данном конкретном. Я вам не верю. Отпустите его, а я вам дам показания. Зая Сергеевна, давайте не будем торговаться. Вы даете показания, я сделаю все, чтобы освободили Антона. Нет! Сначала Антон, потом показания. Зоя Сергеевна, Зоя Сергеевна, подождите! Сначала Антон, потом показания. Привет. Здравствуй, Саша, как всегда. А как же? Честь! Опа! Звук! Где звук? Шалом! Шалом! И у меня, как всегда, вопрос. Лена, во время установки контакт-мер карафона не закрепили. И как мне об этом доложить? Ты понимаешь, что мы его на горячем взяли, а доказательств все равно нет? Черт его знает, что в этих конвертах. Понятно, что деньги, но мы их не видим, не видим. А может, они на словах называют суммы или еще что-то. А мы не слышим. Ну, что мне с тобой делать? Уволить к чертям собачьим! Виноват, Геннадий Романович. Мы все исправим. Сегодня ночью исправим. Клянусь. Иди отсюда. Иди отсюда. Латонов на выход. Руки за спиной, лицом к стене. Вперед! ВЫСТРЕЛ 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 Я все обдумал и решил, я все расскажу. Вы только спрашивайте, пожалуйста. Что вы хотите рассказать? Абсолютно все. И про доктора Живаго. Только вы, пожалуйста, отпустите меня. Отсюда ездить. Я больше так не смогу. Мне здесь страшно. И про август 14-го мне его дала наша… Какой такой август? Ничего не известно. Вас задержали за хранение запрещенной литературы, книги доктора Живаго. Вы что-то еще хотите добавить? Нет, нет. Я просто, я сейчас все спуталось в голове. Я вас понимаю. Место здесь малоприятное. Значит, что касается доктора Живаго. Книга, хоть это имеет определенное антисоветское направление, тем не менее обладает высоким художественным достоинством, за которое ее автор получил Нобелевскую премию. Я думаю, что со временем она тоже будет издана в СССР. Естественно, со многими сокращениями. Так вот, учитывая вашу молодость и неопытность, мы решили освободить вас из-под стражи. Хватит. Прекратите. Хватит. Так. Но с одним условием. Вы нам дадите подписку о неразглашении сотрудничества с органами. Нарушение условий этих двух документов повлекут за собой самые тяжкие последствия. И еще одно. Все это возможно в отношении только книги доктора Живаго. Возже упоминание, а другой вернет вас сюда. И вернет надолго. Ясно, Платонов? Да, я понял. Спасибо вам. Подписывайтесь. Здесь и здесь. Эти документы останутся у нас навсегда. Понимаете? Навсегда. Я понял. Навсегда. А что я не должен разглашать? Правильный вопрос. Ничего. Даже матери. О том, что связано с вашим делом. И запомните. Никаких имен и фамилий. Вы поняли? Я клянусь. Клятвы мне ваши не нужны. Советую со мной больше не встречаться. Еще одна убедительная просьба. Навсегда забудьте адрес. Улица генерала Васильева, дом 6. Костиков мне передавал. Сколько там? Сорок тысяч рублей. Надежно спрятан? Как обычно. Ну, так а что ж тогда дергаться? Не знаю. Что-то свербит на душе. За Лиду моюсь. И за Аньку. И ведь рожать. Так ты ее замуж водил? А что ж на свадьбу не позвал? Да никакой свадьбы не было. И мужа нет. Прости. Ну, черт ее поймет, эта молодежь. Хорошо здесь. Во всем забываешь. Ну, давай. Послушай, может быть, все иначе, а? Может быть, подумаю. Знаешь, я, конечно, бодрюсь и на тебя наскакиваю. Но иногда сердце-то сжимается. А вдруг наши благодетели отступятся от нас. Начнут спасать свои нарядные шкурки. Налить? Нет. Я выпью. А в терем тот высокий нет хода никому. Войду я с мирой в терем и брошусь в ноги к ней. Была бы только нойка, тройка, да ночка потемней. Костя! Костя! А я как раз о тебе думал. Здравствуй. Здравствуй. Я на минутку. Хотел тебя увидеть и кое-что передать. От кого? От меня. Вот возьми, только спрячь аккуратно. Это деньги. Мне не надо. Мы же с тобой договаривались. Ты и так такое для меня сделал. Был в институте. Да, был. Сдаю экстерном. И знаешь, все получается, потому что не валят. Ну, за это и боролись. Все будет хорошо, даже в списках. Это возьми. А сколько здесь? Двадцать тысяч. А зачем так много? Не, ну, пара тысяч пригодится, но двадцать. Знаешь, ты их возьми. А зачем я это делаю, неважно. Считай мне выгодно. Я ведь советский бизнесмен. И все, что могу, вкладываю. Выгодное дело в тебя. А когда-нибудь и ты мне поможешь. Я буду стояненький дряхлый. А ты знаменитый врач. Ну, беги, спрячь аккуратно. Маме привет. Спасибо, отец. Спасибо. Спасибо. Прощай. Ты чего не устаешь? Двадцать минут восьмого. Да что-то не по себе. Все кости крутят. Температура? Да нет. Вроде нет. Нет. А тело все ломит. Ломит. В горле першит. Угу. Я сейчас не поеду. Сегодня ничего срочного. Обход проведете с Зоей. А я чай с малиной выпью. Отлежусь. После обеда приеду. Симулянт. Может человек когда-нибудь заболеть. Иди. Иди работай. Станет лучше, приеду. Ну ладно, завтракай тут с Санькой. Аня, отцу не здоровится, ты лечи его тут. Бульон свари. М-м-м. М-м. Продолжение следует... Пьёшь, значит, с утра не закусывай? А мама сказала, ты больно. А я и есть больной. Только болит бывает разная. Моя сегодня знаешь, как называется? Знаю. Включить лентяя. Точно. Была бы хорошей дочкой, притащила бы закусить. Тебе лимон или бутерброд? Давай и то, и другое. И кофе крепко нам свари. Всё готово. Молодец. Может, капельку для аромата? Так, сам алкоголик и дочь испаиваешь? Ну, давай. Ну, только ты, пожалуйста, не жадничай. С коньяком, так с коньяком. Ну, да. Здорово. А ты почему филонишь? А ты? Привет. У меня же каникулы. Отец называется. Ни черта не знает. Да знаю. Всё я знаю. Ну, а что твой сынок незаконнорожденный? Всё ему обустроил? Кстати, он абсолютно законнорожденный. А, да. Я забыла. Это у меня будет незаконнорожденный. Вот приятно отцу такое слышать. Ну, а что? А что тут такого? А если мне его папа не нравится и видеть его больше не могу? Ну, зачем ты так, да? А это не твоё дело. Дура. Сама завела тему. Я ей хочу ещё кофе. Ты будешь? Угу. Угу. Что «ну»? А коньяк? А тебе не вредно? Ой, если ты не хочешь, так и скажи. Сам предлагаешь, теперь спрашиваешь. А ты знаешь, из-за кого я остался? Из-за тебя. Из-за чего это вдруг? Мы к такому вниманию не привыкшие. У нас ведь с тобой отношение деньги дал, деньги принял. Я привыкла. Претензий у меня нет. Да согласен. Со тем, что ты скажешь дальше, я согласен. Короче, поехали. Куда? А вот это ты мне скажешь сама. Зоя Сергеевна. Вы? Я. Садитесь. А я тебе говорю, нет. Идиотство какое-то. Полегче на поворотах. Извини, ты сам виноват. Ты лезешь куда не надо. Хорошо. Тогда я поеду сам. И это глупости, как ты не понимаешь? Это не гастроном, где ты командуешь. Это наш дом, наша личная жизнь. У нас есть ещё права человека? Любимый конёк. Слава Богу, не в Америке. Живём, как любит говорить твоя мама. Значит, я своё обещание выполнил? Да. Теперь вы. Ваша очередь. Зоя Сергеевна, вы будете говорить или нет? А мне нечего вам сказать. Ни о каких махинациях моего директора мне ничего не известно. Да их и не было. Но даже если бы я что-то и знала, я бы вам всё равно ничего не сказала. Вы шутите. И шутить очень опасно. Во-первых, я могу развернуть дело вашего сына. Ну, а во-вторых, могу привлечь вас по подозрению в соучастии. В каком соучастии? Я сам директора всего несколько недель. Все документы подписаны мною в идеальном порядке. Как, впрочем, и все остальные в магазине. Найти у меня, как у бедной Веры Анилиной, вам не удастся ничего, кроме тряпок и нескольких тысяч рублей. Но я хорошо зарабатываю, получаю премии на отбавки. Ну, предположим. А сын? Сын? Послушайте, Павел Сергеевич, вот вы здесь сидите такой сильный, серьезный. Ну, просто правда в последней инстанции. Как там, холодная голова, горячее сердце? Так ведь нет у вас ни того, ни другого. Не продолжать? Ну, продолжайте. Да, он глупыш. И трус. Но со своей любовью, со своими ошибками, со своим горем. Не будь вы майор КГБ, все было бы у вас, как у всех. Как со всеми в этой жизни. Но вам дано право карать и миловать. И вы этим правом воспользовались. Вы отпустили его, чтобы он сидел и дрожал всю свою жизнь. Сидел и дрожал под вашей подпиской. Ну, знаете, что вы мне понравились? Вы защитили свою жену. А значит, вы такой же, как все. И сердце вас, слава Богу, горячее. Значит, он все вам выболтал. Не волнуйтесь. Здесь это и умрет. Я вам клянусь своим сыном, а он для меня дороже жизни. А меня вы можете брать хоть сейчас. Только смысла для вас в этом никакого нет. А клепать на Беркутова напрасленно я не буду. Официально мне просто нечего сказать. А… О нашем разговоре Беркутова я ничего не скажу. А то, что вы под него копаете, он прекрасно знает. А значит, готов дать отпор. Он же не мой Антош. Он же не мой Антош. А Беркутов человек хороший. Помните, прошу вас, помните. Основить машину. Тебя даёт… Поехать, поверила. Тебя даёт… Тебя даёт. Поехали. Официально, мать у людей, убери предъявусь и возможность пожиления к себе. А вот… ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вам чего? Нам словик тебе. 116-й Мерседес. А с ним чего? Да коробка передач шумит. Недели через две приходите. А сегодня? Никак. Очередь две недели. Ты, видимо, не понял. Мне нужно сейчас. Заплачу, сколько скажешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Коробка в порядке. Вам показалось? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Куда ехать-то? Говорю же, машина в порядке. А ты все равно езжай. Вы кто такой? Вам чего-то мне нужно? Меня зовут Беркутов Георгий Петрович. Тебе это о чем-то говорит? Ну и что дальше? Дальше проспект Ломоносово, Дублет. Поехали. . Играет музыка. Видел этого кретина? Видел. И никакой не кретин, а даже вполне симпатичный современный жлоб. Он сидеть на улице ждет. Кого? Ну, не меня же. Плевать. Пусть сидит, я с ним говорить не буду. А ты чего вмешиваешься? Я твой отец. Он изменил меня, понимаешь? Сначала заделал ребенка, потом изменил с какой-то дурой. Урод неотесанный. Ну, ничего. Воспитаешь. А изменил от обиды. Ну, ты же его первого обидела. Козел недоразитый. Кто его назвал? А главное, за что? За то, что Босха не знает. Так я его тоже не знал до сорока лет. Но мама меня за это козлом не называла. Я не пойду, чтобы он сдох. Он тебя любит. Сильно любит. Иди, дочь, иди. Да ну его в баню, этого Босха. Иди. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это я. Николай Иванович, пожалуйста. Привет, Георгий. Его нет. Обещал после обеда. У тебя что-то срочное? Может, я могу? Нет, мне нужно лично с ним. Ну, что ж, тогда подожди. Или на дачу поезжай, если так приспичило. Ему там какие-то процедуры делают. И тогда он ей говорит. Ой, подожди минуту. А Георгия Петровича нет. Здравствуйте. Приболел. Может быть, будет позже. Явилась. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мне нужно ответить. А если это мама? А если папа, нужно ответить? Если папа, нужно ответить. Если папа, нужно ответить. Да. Да. Да, тетя Зоя, это я. Нет, его нет. Нет, ничего. Ничего не сказал. Ну, может, к врачу поехал? Да, дайте людей. Пока-пока. Ваши сяди? Рубль сорок сяди. Мужчина, ну, давайте быстрее, а! Лида, привет. Приехала? Приехала. Ну, как там? Ну, там, так, не очень. Выдали по сокращенной, да это не все. А ты Георгий. Георгий? Симулируй что-то про здоровье. Горло у него болит. Ты позвони. А, у нас есть. А, у нас есть. А, у нас есть. Из местных будешь, сынок Что-то я тебя раньше не видел Нет, не местный, вот приезжал мимо, остановился Ну и зашел бы Или звание не позволяет Не знаю, и раньше А это, сынок, никогда не поздно Никогда Господь он счету не ведет А у нас чудотворный образ Третьего года воссиял Лечит старуха от всякой хвори И стариков сопутственно А я старик уже, по-вашему, да? Да нет Вроде, вроде еще нет Сам ты не старый А вот глаза Как у старика Ну так как? Поклонишься? На сегодня Ехать надо Ну ехать так ехать Храни тебя Господь АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова